Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем! Сегодня мы поговорим о смерти! Первые три фильма мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньяриту Сука-любовь 2000 года, 21 грамм 2003 и Вавилон 2006 образовали так называемую трилогию смерти Главная тема этих фильмов, впрочем, как и всех других картин Иньяриту За исключением Бёрдмана, это смерть, ее неотвратимость, ее скорый приход, ее тень, висящая над людьми Иньяриту объясняет Меня действительно интересуют и вдохновляют переломные моменты в жизни человека Из-за которых все может измениться в один миг, как в положительном, так и в отрицательном смысле К сожалению, наше общество всеми силами пытается не принимать реальность и особым образом ее трактовать А тему смерти вообще старается не обсуждать, как будто ее нет Это грустно, ведь смерть является частью жизни и наоборот Я считаю, что только человек, который сознает свою смертность, может полноценно прожить свою жизнь и взять от нее все самое лучшее Итак, мысли о смерти меня всегда занимали Смерть как идея, как концепция волнует меня и эмоционально, и интеллектуально Вообще, исследовать смерть это своего рода роскошь, ведь по сути никто об этом ничего не знает Мы можем только воображать, каково это Я рад, что у меня есть возможность заниматься этой темой И вот иньяритовская трилогия Это своеобразное исследование смерти в современных реалиях 21 века С погонями, перестрелками, наркотиками, третьим миром, религией, мультиязычностью и многим прочим Это развлекательное и одновременно философское кино Что, по моему мнению, стало причиной колоссальной популярности трилогии о смерти Итак, что же это у нас получается? Одинаковые фильмы? И там, и там, и там смерть? Нет, иньяриту говорит Я добился успеха с одной и той же темой Благодаря увеличению масштаба происходящего И усилению эмоций От одного фильма к другому Да и для меня самого эти фильмы очень не похожи Задачи в них разные И вот Сука, любовь – это фильм о страсти 21 грамм о потерях А Вавилон – о надежде и сопереживании Ну, полноценная трилогия Ничего не скажешь Следует упомянуть еще одну особенность трилогии о смерти Нелинейное повествование А это почти бренд иньяриту То есть, оно и так, и этак, и даже вот так вот Мы скачем от прошлого к будущему Из Мексики в Японию Иньяритовская трилогия Предлагает зрителю забыть о времени и пространстве Однако при этом Режиссерские работы Не кажутся авангардными Или трудными для восприятия Зритель все понимает Все улавливает Вот пишут На творчество иньяриту Оказала влияние Не только мексиканская культура Но и народное предание Отец часто рассказывал ему Очень длинные и запутанные истории При этом он мог начать рассказ С середины А затем перейти к началу Позже Нелинейное повествование Использовал сам Алехандро Но теперь уже В своих фильмах А вот режиссер Думаю Мой прием Во многом Обусловлен Латиноамериканской Литературой На меня Оказали влияние Многие Великие писатели Латинской Америки Мой отец Тоже Великий рассказчик Он начинает С середины истории Движется к финалу А затем вдруг Возвращается К самому началу Отец Всегда так рассказывает И мне самому Тоже как рассказчику Очень интересно найти способ Развлечь людей Пока я рассказываю Свою историю Так что Нелинейное повествование Иньяриту Это самый обыкновенный метод Для поддержания Зрительского интереса Ничего экспериментального В этом нет Вот просто оно так И все У Иньяриту Такая прихоть Такие предпочтения И слава богу Безусловно Трилогия смерти Только выигрывает Благодаря Временным парадоксам Иньяриту От этого его фильмы Если угодно Становятся Метафоричнее И ближе к искусству А самое главное Драматичнее Сука Любовь 2000 года Дебютная Полнометражная работа Иньяриту Конечно Как можно было Не прославиться С таким-то названием Аналогичный пример И твою маму тоже Альфонсо Куарона Оба фильма Гениальны И это пример Гениального маркетинга Однако Если серьезно То про суку Любовь Писали И пишут до сих пор С уважением И восторгом Одна из лучших Кинокартин года Во всем Мировом Репертуаре Фильм Триптих В любви Есть что-то Тарантиновское Перекрестная Панорама Темных сторон Мексиканской жизни И так далее И так далее И так далее В 2000 году Многие Не могли Спокойно Говорить О суке любви Вот так Всех трясло Писали Сценарий Первого Полнометражного Фильма Алехандро Писал вместе С Гильермо Ариагой Три года Вначале Они хотели Создать 11 коротких Новелл О жизни В Мехико Но затем Расширили Три истории Которые И составили Основу Картины Сука Любовь Режиссерский Дебют Оказался Не просто Удачным Он принес Алихандро Иньариту Международную Известность И славу Режиссера Новатора Необычайно Суровый Взгляд На повседневную Жизнь В Мехико Специфические Приемы Повествования Гениальная Игра Молодого Актера Ах Берналя Сделали Картину Фаворитом На многих Кинофестивалях По числу Номинаций Она стала Международным Рекордсменом Года А режиссер Самой Обсуждаемой Персоной В кино Индустрии Да уж Это был Превосходный Старт И для Иньариту И для Берналя Они сыграли Ключевые Роли В становлении Современного Мексиканского Кинематографа Вывели Мексиканское Кино На авансцену Мировой Киноиндустрии И кинокультуры Просим Не путать Эти понятия А потом Берналь Прыгнул В и твою Маму Тоже Куарона И совсем Стал звездой Кстати Вот что Рассказывал о нем Иньариту Я помню Как Несколько Раз Снимая Гарсия Берналя В фильме Сука Любовь Мне думалось Боже мой Этот парень Невероятен Его глаза И чувства Полностью Заполняли Экран И я понял Что он Фантастический Актер Нельзя Просчитать Успех Заранее Потому что Эта вещь Очень Относительная Но Я знал Что этот парень Нечто Особенное Так и Вышло Однако У популярности Есть и Обратная Сторона Добившись Финансового Успеха Иньариту Пережил Несколько Серьезных Неприятностей Сначала Напали На его Родителей А потом Взломали Его Машину Знаете В этой Связи Крайне Интересна Цитата Режиссера О насилии В его Фильмах О том Как его Много Зачем Оно Вообще Там Нужно И как Так Получилось Насилие Стало Настолько Страшным Явлением На моей Родине Там Столько Страданий И боли Что В фильмах Я просто Не могу Показать Это По-другому Говорит Иньариту Все-таки Тема Смерти И тема Насилия Часто Идут Рука Об Руку Сука Любовь Это Три Трагических Истории О том Как Жизнь Человека Может Измениться В один Миг Когда Обливается Кровью Твоя Собака Когда Ты Становишься Инвалидом Или Когда Ты Одержим Жаждой Мести В этом Фильме Важнее Всего Как Происходит Трагедия А не Что Собственно Происходит Сука Благодаря Своей Нелинейной Структуре Фильм Динамичный Сложный И Интригующий Очень Хорошо О суке Написала Елена Костомарова Конечно Сука Любовь Это Не Тот Фильм Сюжет Которого Можно Пересказать На Бумаге Да И у Иньяриту Вообще Нет Подобных Картин Своих Героев Он Сталкивает С Жестокими Испытаниями А Сам Наблюдает Со Стороны Как Они Будут Выпутываться Да И Сам Иньяриту Настаивает На Том Что Зритель Просто Должен Сесть В Кресло И Посмотреть Кино Пережить Его Сука Любовь Именно Такое Произведение Переживательное А Вот Вам Известная Цитата Иньяриту В Которой Он Повествует О Фильме Сука Любовь Мехико Сити Это Антропологический Эксперимент И Я Чувствую Что Являюсь Частью Этого Эксперимента Ведь Я Всего Лишь Один Из Более Чем Двадцати Миллионов Человек Живущих В Мексиканской Столице С Таким Невероятным Уровнем Загрязнения Окружающей Среды Жестокости И Коррупции И Все Таки Это Может Показаться Вам Невероятным И Парадоксальным Это Прекрасный И Удивительный Город И Фильм Сука Любовь Является Для Меня Продуктом Этого Самого Противоречия Маленькой Копией Вычурной И Сложной Мозаики Мехико Для Меня Работа Над Сукой Была Долгим Внутренним Путем Если Я В чем-то И Уверен Так Это В том Что Снял Не с помощью Своего Интеллекта А Руководствуясь Инстинктом И Интуицией Думаю Что Каждый Отдал Этому Проекту По Куску Своей Жизни Была Все Время Какая-то Странная Мистика Вокруг Место Съемок Тишина Которая Сеяла Смешанные Чувства Вещи Были Не Тем Чем Мы Хотели Их Видеть А Тем Чем Они Были На Самом деле Всех Участников Команды Костюмеров Художников Музыкантов Подчинялась Сценарию И Невероятной Операторской Работе Родриго Приетто Я Хотел Сделать Камеру Молчаливым Но В то же Время Активным Свидетелем Реальных Фактов Разворачивающихся На наших Глазах Это Было Чем-то Близким К Простой Документальной Фиксации Реальности И может потому Фильм так Тревожит И волнует Зрителя Да Худшее Что мы Можем В нем Увидеть Это Мы Сами В Суке Любви Герои Забывают О своем Божественном Происхождении И опускаются В глубины Своей Животной Природы Чтобы Выжить И найти Оправдание Себе Своим Решением Их последствиям Через боль Но всегда Красиво С большим Достоинством Смелостью И надеждой Вот Почему Эти герои Привлекательны И симпатичны Они могут Быть неправы Но никогда Не бывают Несправедливы При помощи Суки Любви Я хотел Почувствовать Себя Живым И оживить Моих зрителей Я хотел Одновременно Поразить И развлечь Пробудить чувства И спровоцировать Их на реакцию Я хотел Заставить Зрителя Оказаться На американских Горках Со всеми Этими Спусками И подъемами Без передышек Я стремился До конца Обнажить Персонажей Перед камерой Чтобы они Не знали Смущения И заставили Бы зрителя Почувствовать Совершенный Катарсис Или Дискомфортный Стыд От того Что Зритель Узнал В герое Самого Себя Исходя Из этих Соображений Я думаю Что Невероятная Берущая За душу Работа Актеров И актрис Сыграла Гораздо Большую Роль В создании Суки Любви Чем я Изначально Полагал 21 грамм 2003 года Продолжение Иньяритовской Трилогии О смерти На этот раз Прославившись По всему свету Иньяриту Позволяет себе Таких актеров Как Наоми Уоттс Шон Пен Мелисса Лео Шарлотта Генсбур Бенесио Дель Торо И снимает Фильм в США Сценарий Писался Вместе С Гильермо Ариагой Как вы можете Знать Иньяриту И Ариага Потом еще Вместе Поработают Над Вавилоном Заключительной Частью Трилогии И Насовсем Разойдутся Пишут Такое Практически Все Эпизоды Фильма Снимались На обыкновенные Непрофессиональные Камеры И пишут Такое Наоми Уоттс Согласилась На съемки В фильме 21 грамм Даже Не прочитав Сценарий Поверьте Не потому Что она их Не читает И ей все равно Нет Она не Вуди Харрельсон Наоборот Наоми Уоттс Влюбилась В предыдущий Фильм Алехандро Иньариту Однако К фильму Все это Ничего Не прибавляет Давайте По сути Иньариту И Ариага Придумали Еще Более Запутанный Не в смысле Непонятный А в смысле Закрученный И нелинейный Сюжет О нескольких Персонажах Чьи жизни Мистическим Образом Пересекаются Убийство Месть Болезнь Много Трагедий Намешано В фильме 21 грамм Название Которого Восходит К популярной Легенде О том Что Человеческое Тело В момент Своей смерти Становится Легче На этот Самый Вес 21 грамм А значит Ровно Столько Весит Людская Душа И если Сука Любовь Была Диким Фильмом То 21 грамм Картина Более Спокойная В чем-то Христианское О муках Совести Одиночестве И жажде Мести Иньярету Объясняет Главную Для себя Месть Всегда Приносит Только Смерть Физическую Или Духовную Ну Тут Сыньярету Трудно Поспорить Вспомним Только Классический Фильм Пака Чхан Ука Алтбой Который Является Второй Частью Трилогии Мести Рекомендую Посмотреть Полностью И вообще Пак Чхан Ук Как и Пон Джун Хо Его верный Ученик Великие Мастера Современного Кинематографа Вперед Южная Корея Но Вернемся К Мексике Вернее К США С моей Точки Зрения 21 грамм Это Самый Слабый Из Фильмов Мексиканского Режиссера Да-да Знаю Что многим Он нравится Но я Здесь Не для того Чтобы Нравиться Вам Этот Фильм Какой-то Излишне Слезливый Сентиментальный Мелодраматичный То есть Местами Чересчур Голливудский Что-то в нем Не так И знаете Кажется Что сам Иньяриту Не в восторге От 21 грамма Вот он Говорит 21 грамм Был Сложен Для меня Потому что Это был Первый фильм Который я Снимал В другой Стране И на Другом Языке Это была Проблема Это было Неестественно Но Я люблю Идти на Риск Я Обожаю Возможность Провала По-моему Провал Недооценивают По-моему Ты больше Утишься На своих Ошибках И рисках На которые Ты идешь Чем на Успехах Сидя В зоне Комфорта И мало Стараясь Я люблю Помещать Себя В такие Вот Опасные Зоны Чтоб Попробовать Зайти Дальше Чем По-моему Мнению Я Способен Зайти Чтоб Утром Ощутить Прилив Адреналина Избавиться От скучных Мыслей О ничем Не примечательном Предстоящем Дне И четко Понимать Что Я должен Сделать Так Что Ну вот Является Ли ошибкой 21 грамм Ни в коем Случае Я отдаю Себе Отчет В том Что Этот фильм Многим Нравится И многих Берет За душу Но От этого Но Лично Я избавиться Не могу Что-то Где-то В 21 Грамме Не срабатывает Но Вот что Вавилон 2006 Года Последнее И Самая Амбициозная Часть Трилогии О смерти Некоторые Критики И тут Они Как мне Кажется Палку Перегнули Осмеливались Утверждать Что Вавилон Из-за Масштабности И амбициозности Фильма Настолько Же Революционен И значим Для кинематографа Как Нетерпимость Уорка Гриффита Да Уж Замахнулись Мне Так Не Кажется Однако Подобные Свидетельства Показывают Насколько Понравился И поразил Зрителей Вавилон Каким Особенным Им Показался Этот Фильм Его Снимали В четырех Странах В США В Мексике В Марокко И в Японии Среди актеров Брэд Питт Кейт Бланшетт Берналь А также Малоизвестные Актеры И актеры Непрофессионалы Известный Факт Брэд Питт Отказался От роли В отступниках Мартина Скорсезе Ради того Чтобы Сняться Уиньериту Вот Парень Что-то Знал Еще Малоизвестный Факт В фильме Сука Любовь Есть эпизод Это вторая История Триптиха Про фотомодель В котором Брэд Питт Появляется На фотографии В глянцевом Журнале Как это Получилось И есть ли Тут какая-то Связь Да без разницы Итак Вавилон Это самый Амбициозный Фильм Ииньериту На тот Момент Эх Знал бы Режиссер Что ждет Его В будущем О работе Над Вавилоном В фильме С четырьмя Лицами И пятью Языками Ииньериту Рассказывает Так Представьте себе Вы Видите Каменную Глыбу И какой-то Человек Говорит Там внутри Слон А вы Спрашиваете Его Где это Вы думаете Что этот Человек Спятил А потом Вам Приходится Обтесывать Камень Пока Вы Не Превратите Его В скульптуру Слона Но Превратить Каменную Глыбу В нечто С четырьмя Лицами Пятью Языками И множеством Непохожих Элементов Это Безумная Идея Концептуально Идея Вавилона Всегда Была Сложна И я Знал Что Реализовать Ее Будет Очень Сложно Но Именно Это И было Мне Интересно Боже Сразу Вспоминается Бёрдмен И уж тем Более Выживший Ииньериту Любит Вызовы Два Года Ииньериту Иориага Писали Сценарий Вавилона Еще Ииньериту Мы пытались Увидеть Где Есть Слон А где Его Нет Как Вам Известно Фильм Создается В Несколько Этапов И Первый Из них Сценарий В котором Вы Предаетесь Мечтам И Это Абстрактная Территория Принципиально Важная Для Процесса Создания Фильма Второй Этап Это Когда Вы Сталкиваете Абстракцию С Реальным Миром Третий Этап Монтаж Когда Вы Обтесываете Все Камни И Находите Внутри Слона Конечно Возможно Вы найдете В Вавилоне Не слона А его Помесь С жирафом Но Ведь И это Тоже Может Оказаться Красивым Как Приятно Слушать И Ньяриту Вы Спросите А Каков Сюжет Снова Перед Нами Взаимосвязанные Переплетающиеся Дивным Дивом Стыкующиеся Истории Японцев Марокканцев Американцев Всех 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 Название Фильма Вавилон Напоминает Нам О Вавилонской Башне Из-за Которой Человечество Перестало Понимать Друг Друг И Заговорило На разных Языках Фильм И Ньяриту О Коммуникации О том Что Все Мы Едины Будучи Различными И о том Что Наши Судьбы Это Одна Единая Судьба Гаэль Гарсия Берналь Снявшаяся В Вавилоне Считает Так Для Меня Это Фильм О том Что Молчание Наш Злейший Враг Молчание Недоговоренности Это Главные Причины Создающие Проблемы В семье В интимных И личных Отношениях И в политике В общем На самых Высоких Уровнях Фильм Показывает Насколько Губительным Молчание Может быть Чем Сильнее Правда Тем Упорнее Мы Ее Замолчиваем Да Именно Таков Фильм И Ньяриту Приготовьтесь К Спойлерам Бесправная Няня Мексиканка Теряет В пустыне Американских Детей Американскую Женщину Случайно Подстреливают Из ружья Девушка Японка Страстно Жаждет Любви Казалось бы Ну что Тут Может быть Общего А находится Общее Чеховское Как везде И всегда Пишут Ружье И Ньяриту Я хотел Снять Фильм О том Что Разъединяет Людей Но Когда Я впервые Посмотрел Полностью Смонтированный Вавилон То заплакал Понял Что Снял Фильм О том Что Нас Объединяет И это Стало Для меня Неожиданным И прекрасным Откровением Я увидел Не японцев Марокканцев Мексиканцев Или Американцев Я увидел Людей Разделяющих Одно Чувство Одну Боль Продолжаем Иньяритить Иньяриту Вавилон Рассказывает О людях Пытающихся Вступить В контакт Преодолеть Барьеры И языковые Границы В различных Ситуациях В странах Третьего Мира Для меня Это история О том Как Беззащитны И хрупки Люди Мне не пришла бы В голову Эта идея Не будь я Режиссером В изгнании Живущим В течение Пяти лет В Лос-Анджелесе За пределами Родной Страны Да Безусловно Что тема Иммиграции Важна и близка Любому Мексиканцу Отсюда Дитя Человеческое Куарона Или Плоть и песок Того же Иньяриту Что значит Быть иностранцем И что значит Быть своим Вот еще Иньяриту Я считаю Что все границы Стали более закрытыми В любой стране Иммиграция Безусловно Будет Очень важным Фактором В этом столетии И вызовет Много Политических Дискуссий Это болезненный Феномен Потому что Люди Покидают Свою Страну Не потому Что хотят Оказаться За ее Пределами И стать Беззащитными А потому Что у них Нет иного Выбора Я видел Это На примере Миллионов Мексиканцев Каждый год Я один Из них Но я Привилегированный Мексиканец В Вавилоне Я хотел Рассказать Об этом С помощью Истории Няни Амелии Потому что Она На мой Взгляд Олицетворяет Миллионы Мексиканок Которые Бросают Своих Детей Чтобы Заботиться О других Детях В США И все это Ради того Чтобы Прокормить Свою Семью А это Очень Нелегко Это Очень Болезненная Ситуация Не быть Признанным Полноценным Членом Общества Не иметь Прав И быть Невидимым Гражданином Фильм Рассказывает Не только О физической Границе Между Мексикой И Соединенными Штатами Но и о границе Между женой И мужем Отцом И дочерью Детьми И их отцом Он рассказывает О тех границах Предрассудках И стереотипах Которые мы Соорудили Внутри Самих Себя При помощи Культуры Религии Правительств И прочего И вот знаете Что мне Особенно Нравится В Иньяриту Трилогия О смерти Отличная Трилогия И как Режиссер Иньяриту Растет Поднимает Планку Старается Изо всех сил И это Действительно Видно Иньяриту Упорный Человек Идущий Своим путем Он с головой Уходит в кино Печется О мельчайших Его деталях Силится Стать Еще Большим Профессионалом И Становится Им Да Трудно Не испытывать Каньяриту Уважение И вот он Говорит Я бы Очень хотел Снять Совершенный Фильм Я не знаю Существует ли он Но я хочу Попытаться Я знаю Что для достижения Этой цели У меня Недостаточно Таланта Но я Хотя бы К этому Стремлюсь И я буду пытаться И я умру На съемочной площадке Три этих фильма Сука-любовь 21 грамм И Вавилон Стоили мне Около Десяти лет жизни И я Очень горжусь Вавилоном Я думаю Это самый Оптимистичный Фильм Из всех Мною снятых Он посвящен Состраданию Но конечно За время съемок Происходило Так много Мгновений Когда мне казалось Что я не выживу Как художник Ни физически Ни эмоционально Но он Выжил Вот такая она Трилогия О смерти От Иньяриту Это замечательные фильмы Которые Я Как бы Они мне нравились Или не нравились Советую вам посмотреть Иньяриту Говорит Правильно Я очень горжусь тем Что сделал В этой Трилогии Это действительно Качественное Кино Так что И думать нечего Бегите И смотрите Никакого Вавилона Спасибо Что слушали Возвращайтесь Возвращайтесь Киноведы Авторский подкаст Станислава Тарасенко Да